Мастерство японского сумо в 11-й школе Олимпийского резерва демонстрирует мастер спорта Артём Пуляшкин. Буквально пару недель назад он стал вторым на международном турнире Кубок Содружества. В прошлом спортсмен профессионально занимался дзюдо, но когда решил стать сумоистом, о смене дисциплины родственникам и друзьям рассказал не сразу. Честно скажу, я вначале даже стеснялся в школе, когда бывал, не рассказывал никому. Ну, потому что у меня в самом были стереотипы, сумо это толстый. А сейчас я наоборот везде хожу, говорю и пытаюсь людям объяснить, что сумо это не как у нас в Японии, что толстый, что это такая же разновидность борьбы, где куча всяких бросков, плюс еще и толчки, удары в лицо. Зрелищные и краткосрочные поединки у нас. 11-я школа Олимпийского резерва празднует юбилей. 50 лет со дня основания. Начинали с лыжных гонок и футбола. Сегодня здесь можно заниматься шестью видами спорта, в том числе и борьбой. Для желающих есть несколько ее разновидностей, включая самбо. Вот эти вот победы, то, что там на международном уровне у нас, вот там два победителя Европы по самбо. То есть это верхушка айсберга, то есть это просто не видно вот эту вот работу, когда-то шести-семилетние ребята там с ними занимаешься. То есть выходит же единица. Вот поэтому, как говорится, показатель вот этот вот, это показатель работы всей школы. То есть начиная, грубо говоря, там вот простого тренера для директора. Директор школы Олимпийского резерва Екатерина Чуйкова сама в прошлом ученица спортшколы. Занималась лыжными гонками. Сейчас наблюдает за тем, как из маленьких талантливых ребят вырастают настоящие спортсмены олимпийского уровня. У нас школа действительно очень сильная. У нас участники Олимпийских игр, у нас призеры кубков России, чемпионатов Европы и так далее. То есть у нас ребята показывают действительно хорошие результаты, которыми мы, конечно же, гордимся. Воспитать спортсмена – это общий труд тренера, спортсмена, родителей, конечно же, школы. Без поддержки школы, конечно, это сложно сделать. На вершину спортивного мастерства поднимаются сильнейшие. За полвека школа Олимпийского резерва воспитала не один десяток мастеров спорта международного класса. Поздравить выдающихся спортсменов и тренеров приехал руководитель городского департамента спорта Дмитрий Чеканов. Для города спорт в принципе важен. И те учреждения, которые его культируют, которые развивают, они особенно нужны и важны. Школа развивается, растет. И самое главное, что она дает большой, хороший показатель результативности, и что большое количество наших воспитанников занимает призовые места не только на всероссийском турне, в том числе и участвует в Олимпиаде. Трудолюбие, дисциплина и ответственность – основы успеха, на которых держится слава школы Олимпийского резерва номер 11. В учебном заведении уверены, следующие полвека будут такими же незабываемыми и спортивно выдающимися. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok